Вадай главная падея года культуры на Агомичине, проведение Дня Белорусского письменства. Кульминация этого свято отбудется 4-го вересня в Рогачёве, а ле присвеченное до его мероприемства, поджалисище у початку года. Зараз город активно рыхтуется до встречи гостей, а организаторы завершают удокладнение программы, кажут, что она будет насыщенной и разностайной для всех. Правда, у любым выпадку лепшится все это убажить на властное вочи. Город наряжается, и вот этот большой, огромный просто объём работы, которая проходит там, это подъездные пути к городу, это расширение улиц, это ремонты домов, это фасады, это красивые вывески. Хоть проявить себя можно не только в Рогачёве и не только людям, которые мают дочинение до литературы, «Моёй краине, мои добрые справы», «Моёй краине, моя повага» и «Моёй краине, мой поспех» – это три основные накерунки, по яких у ГТДН на Гомичне вызначают самых инициативных и креативных. Акция «Моёй краине» была обещана некольких месяцев тому по инициативе Головного управления, идеологичной работы, культуры и по справах молодежи Гомицкого Аблова Конкама. Ее у денег может стать кожный ЖХ региона. Когда перефразировать один, я думаю, вырос, то можно сказать, что основный слоган акции «Добрыми справами» прославиться можно. Зараз до акции «Добрых справ» долучились уже больше 700 человек. Организаторы запрошают не утойвать добрые учинки и поведомлять об их в специально створной группе «Уконтакте». Это повинно наткнуть інших жахаров Беларуси на количество справок, упыненных гоменчанин. Уже сейчас есть инициатива общественных объединений, и мы уже размещаем вот такую информацию о том, что открывается специальный счет. И на этот счет те средства, которые будут зачислены, мы предлагаем, чтобы эти средства были направлены на оборудование детских площадок на дворовых территориях. Не застанется по заувагой угод культуры и объекты, які относятся до историко-культурной спадщины, сирот самых масштабных и незвычайных. Проект супрацовника у Гомельского палацево-паркового ансамбля. У центра уваги – палац «Сядзеба» початку 19-го стагоди, у Вёсты-Хальч Ветковского района. Полная реконструкция этого уникального для Беларуси объекта, каштуя около 2 миллионов евро. По коль таких сродков нема, да работ тут приступить волонтерские отрады. Первый выезд запланованный на 13-е жнивне. Это работы санитарного характера, исследовательские, по локализации фундаментов и утраченных частей здания. Это флигели, лестницы к реке, там фонтан еще находился на территории садьбы. То есть вот такие работы мы будем проводить в августе-сентябре. Они согласованы с Министерством культуры Республики Беларусь и одобрены. Олег Синчуров, Валерий Капанько, Телерадо и компания Гомель.